А что нужно говорить в этих поздравлениях? Я вообще не понимаю. Что, типа, спасибо, что вы с нами? Да. Я же не знаю каждого лично. Меня зовут Коля. Я вместе с Сашей делаю канал ЖЗА. Смешной вопрос. Ну, мы на самом деле не блогеры. Мы выкладываем ролики на YouTube, вот, и решили этим заняться, взяли кредит. И наши друзья-блогеры вот со сметаной нам подсказали, что нужно каждый день следить за подписчиками. Они просто никогда миллион не доберутся, вот. И мы тоже подумали, что надо бы почаще смотреть. Просто выкладывали ролики, у нас было там 15 тысяч, а сейчас зашли уже там 230. Сметану, привет. Мы вот как придумали сейчас за 2 минуты сказать, так сказали. Ну, слава богу, что у нас уже есть... Или не надо про сметану? Про сметану? Может, не говорить? Да, я думаю, они не обидятся. Скажи еще один дубль про мед. Так же, как про сметану, только про мед. Ну, мы вообще не планировали становиться блогерами, вот. Мы просто захотели делать классный контент для людей в YouTube. Вот, начали выливать ролики. И даже как-то не следили за подписчиками. И, ну, наши друзья с каналами сказали, что надо каждый день заходить, потому что путь к миллиону очень долгий. И вот, у них 600 тысяч, они каждый день обновляют. Вот. А у нас было там 19 тысяч. Мы просто, ну, так, на секунду зашли, ролик выкинули и закрыли. Все. А сейчас смотрим, уже 230 тысяч. И, ну, решили вот записать поздравительный ролик про то, что вот у нас 200 тысяч подписчиков. Слушай, а может, ну, не такое видео запишем, а типа рэп-клип? Что типа у нас 200 тысяч. Спасибо вам всем. Да блин, рэп-клипом, мне кажется, уже нифига никого не удивишь. Поэтому полно в YouTube. Ну, его можно не озвучивать, типа. Ну, это смешно, но так можно сделать. Просто типа рэп-клип на жизни и не озвучивать его. Ну да, это будет смешно. Можно еще сказать, что типа мы наснимали профессий много и что ждите? Ну да, что будут много интересных профессий, что уже сняли. Только не как будто мы отмазываемся перед нашими зрителями, а как будто вот, ну, просто скажи, что у нас еще много всего будет, чтобы они не уходили. Про профессии? Да. А что нужно говорить в этих поздравлениях, я вообще не понимаю. Что типа спасибо, что вы с нами? Да. Я же не знаю каждого лично. Может быть, спросите, с какого они города? Зови 10 имен и стопудово они все есть. В камеру или что? Да, конечно, в камеру. Олег, Света, Марго, Бахтанг, спасибо, что вы с нами. Блин, что-то тут получается. Конечно, по-моему, маму с папой назвал. Но я бы еще, я не знаю, будет жестко или нет, если мы скажем, что если еще кто-то в комментах напишет про патологоанатомы или судмедэксперта, мы его забаним. Просто там сейчас также спрашивают про, когда будет порноактриса. Давай расскажем еще, что, ну, как-то интересно, весело. Ну, про то, что тут будет еще помимо 10 глупых вопросов еще разные форматы выходить. Ну да, чтобы, а то люди придут, подумают, что здесь только глупые вопросы, когда мы выложим еще что-то, что мы реально клевое сняли, они не захотят смотреть. Ну да, там, что в твоей сумке еще будет формат? Ну да, ну надо сказать в целом, что будут креативные форматы, что не только, это не канал 10 глупых вопросов, просто, что мы сейчас сконцентрировались на съемке этого формата, сняли очень много роликов наперед, чтобы было интересно, что смотреть. Ну да, можно так, что будут еще разные форматы с нашими друзьями с YouTube и не только, и с нами тоже. Ну да. Какие-то, может быть, там типа документалки, что же будем делать? Надо как-то думаешь им объяснять, что типа, что мы это снимаем только, ну, чтобы, не просто, чтобы они смотрели, а просто, чтобы нам еще выплатить кредит, вот это все дела. Ну да, что будут рекламные интеграции какие-то, чтобы они их не фейтили. Да, еще давай тогда расскажем им, что у нас появился новый член команды про Леру. Да, что у нас есть продюсер, собственно, все последние выпуски профессии, она организовала. Ну да, вот это Лера. Находила всех героев, связывалась с ними, организовывала съемки, напоминала нам, чтобы мы не забыли включить камеры. И в целом она может организовать любые съемки теперь вообще. Лера, помаши рукой. Вот. Ну окей, да. Можете написать ей спасибо. Вот ее инстаграм. Вот, вот инстаграм ее парня. Не, так мы как их будем показывать-то, мы не покажем. Ну не покажем, просто будет газака и не покажем. Слушай, ну, про Леру да, давай скажем, еще тогда можно добавить, что мы хотим завести инстаграм в жизни. Зачем? Ну, что-нибудь постить туда. Просто? Ну, какие-то бэкстейджики, может быть, фотографии со съемок, анонсы. Ну, в инстаграме ребята зато смог к нам писать что-нибудь. Ну да. Ну, общаться можно будет, да, там, себя показать, других посмотреть, прощаться. Просто можно в инстаграме жизы вообще не делать никакую рекламу, ну, то есть никаких гивов, ничего там. Что такое гивы? Ну, вот можно их не делать. Зачем? Ну да. И надо бы еще сказать, что у нас еще музыкальный проект есть, On Air. А, точно, да. Ты думаешь, они пойдут, посмотрят? Ну, хотелось бы, потому что тут 230 тысяч подписчиков, а там 30 всего. Хотя контент-то у нас реально крутой. Ну, я бы, да, ну, можно прям сделать какой-то микро-анонс, что вот еще у нас, ребята, есть такой музыкальный канал. И ставить вот видео, типа, как реклама нашего канала второго. А я бы хотел сначала репрезент, а то я начинающий блогер, меня мало кто знает. Как написать хит? Песни не пишут, а вспоминаются. У нас такая работа, мы как повары. Уже святая. И надо сделать из этого какой-то рэп, и все. Милые слова в рифму. И дальше идет припев. Типа, будешь, будешь, вау, вау или бжи-бжи. Ну, это не реклама будет, это наш же канал, поэтому, да, покажем, что вот еще у нас есть такой проект. И, ну, ссылку дадим в описании. Ну, давай прям скажем, типа, музыкальный, ребята, у нас есть музыкальный канал On Air, типа, можно микрофон вот так в кадр показать? Ну, да, да, в целом так. Типа, что вот на этот микрофон снимаем новых артистов там. Ну, да, что будет скоро там осенью второй сезон, будут клевые музыканты разные, новые форматы. Ну, да, что это канал, где мы знакомим людей и знакомим вообще себя с новой музыкой России. Молодые артисты, которые или скоро уже станут известными, или уже известные. Ну, там, но из MC был он не очень молодой. Ну, ну, классный все равно. Ну, тогда просто скажем, типа, переходите, повесим ссылку внизу, типа, вот, переходите на канал On Air. Можно какие-нибудь кадры даже с канала, типа, и показать. Ну, да, как вариант. Если, давай поспорим, сколько перейдет. А как мы поймем, сколько оттуда? Они что, будут в комментах писать, я с Жизы? Ну, да, пускай пишут в комментах, я с Жизы. Ну, можно. Да, можно так сделать. Ну, мне кажется, что все, что еще-то нам сказать. Что мы, давай, можно им просто сказать, что мы им благодарны всем, ну, по-честному. Потому что, мне кажется, что если быть просто блогером, как все делают, вот эти блогеры, вот эти всякие, ну, разные, но не буду называть это имена, да, их, они просто забрасывают, например, канал, и там вдруг ничего не будет выходить. Ну, да, и что в целом ценно, что наши выпуски быстро набирают просмотры, и что там за неделю у профессий просмотров столько же, сколько и подписчиков. Что людям реально полезна эта информация, это тоже классно. Ну, я думаю, что еще надо еще раз будет сказать про то, что мы и образовательный контент хотим делать, и развлекательный, то есть у нас не только будет про профессии, да, опять же, еще какие-то развлекательные штуки, но мы не будем там варить лизунов, как блогеры, да, но что-то такое, что у нас в целом платформа, на которой можно по-разному проводить время. Ну, какой-то, что типа, типа вот без типа только. Что тут будет не хихиха, не только хихихаха, но и тоси-боси, то дам-сю дам. Ну, мне кажется, уже все нам рассели. Давай отъезд теперь запишем туда в общем. В смысле, мы это не будем монтировать, типа? Да, я думал, мы сейчас просто накидаем, потом сядем в кадре и туда скажем, нет? Ну, давай. Ну, сейчас я стул принесу, подожди второй. А, ну и чего? Просто реально мы хотели записать это видео еще неделю назад, но вас на 30 тысяч больше прибежало за неделю, мы не ожидали. Спасибо, что вы с нами, дальше еще больше классных форматов. Просто давайте скажем друг другу спасибо. Мы очень вас любим. И Инстаграм мы заведем, и Судмедекс... Это что, мы еще все... Ну, это надо подрезать будет. Кириби пуп-пуп. Реально, мы просто очень вам благодарны за то, что вы смотрите нас, а мы, как все говорят, нас это мотивирует. Нас это не мотивирует, ребят. Нас с вами должно мотивировать хороший, качественный контент. А не то, что какие-то блогеры говорят, что контент должен быть качественным. Если у нас с вами будет миллион, я прям отвечаю. Я похудею, а я нет. Да, впереди много новых форматов и развлекательных, и полезных, и в общем, будьте с нами. Мы читаем все комменты, и матерные, и нематерные, и где говорят, когда Судмедэксперт, и когда Порноактриса, когда они уже все равно сняты. Да, и ставьте лайк, если вы тоже в детстве спали с бабушкой Валетиком. Пока. Это смешно. Да? Рок. Рок.